Одна голова хорошо, а две лучше. Этот принцип работает, пожалуй, везде, особенно когда речь идет о деле государственной важности. В прямом смысле слова. Накануне учебное заведение, которое готовит будущих управленцев, занимается подготовкой и переподготовкой профессиональных кадров, Чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации обзавелась сразу тремя партнерами. Кстати, произошло это в рамках Всероссийской научно-практической конференции. Подробности в сюжете. А я с вами прощаюсь. До свидания. Проблемы и перспективы устойчивого развития России в глобальном измерении. Научно-практической конференции под таким непростым названием Чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы отметил приближающийся день российской науки. Кстати, уже в пятый раз. Официально конференция всероссийская, но на деле ее границы значительно шире. Конференция очень интересная, содержательная, юбилейная. И мы очень рады, что эта конференция сегодня практически имеет статус международный, потому что участвуют у нас гости из ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Германии, Швеции. Поучаствовали в мероприятии те, кто к развитию страны и региона. В частности, имеет самое прямое отношение. Тема, как они будут обозначены на сегодняшней конференции, она очень серьезная. Это устойчивое развитие России. А что конкретно уже более близко к нашей теме – это регионального развития. Я уже говорила, что мы ждем роста опалов региональных продуктов. В то же время нужно говорить, что все-таки в этом году мы получили рост и в строительной отрасли. А вы сами прекрасно понимаете, строительная отрасли – это район экономики, да? Впрочем, собрались представители ведомств не только для того, чтобы почитать и послушать доклады. С Академией они и раньше работали бок о бок, а теперь оформили свои отношения официально. В рамках конференции подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Одно из них – Советы муниципальных образований республики. А не случайно. В стенах учебного заведения проводят большую работу, к примеру, с главами сельских поселений. Порой просто не хватает теоретических знаний. Порой просто не хватает каких-то психологических навыков, навыков общения с людьми. Сегодня надо решать вопросы котельной, завтра надо решать вопросы водоснабжения, послезавтра надо чистить дороги и так далее и тому подобное. И вот сейчас очень много проходит обучение, причем это на бюджетные средства и переподготовку. В стенах этой академии и мы видим, что результаты положительные они есть. Кроме Совета муниципальных образований, УЗы сотрудничества протянулись между академией и агентством по поддержке малого бизнеса, а также Министерством имущественных и земельных отношений. Российская академия народного хозяйства и государственная служба – это та уникальная площадка, которая нам готовит кадры и для реального сектора экономики, и для государственного управления. В последующем мы можем опираться на эти кадры для того, чтобы развивать нашу экономику, для того, чтобы эффективно управлять все пришли в госсектор. Во-первых, это возможно для наших студентов, проходящих обучение по основным образовательным программам, проходить практику в реальных органах власти, общественных организациях и структурах, ну и тем самым приобретать практические навыки, которые понадобятся им впоследствии в профессиональной сфере деятельности. Иными словами, у каждой из сторон свои интересы, которые в итоге послужат общему делу – свести как можно ближе процесс обучения, теорию с реальной жизнью.